Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Житель Волгоградской области пошутил про минирование автобуса, чтобы поднять себе настроение. В Омской области чиновники решили помогать пеликанам размножаться. Ну и новость, которую с утра уже, наверное, многие успели прочитать. Житель Кирова взорвал квартиру при попытке сварить пельмени. Вот такие вот новости от Александра Рассохина. И сейчас мы переходим к дневному развороту. К серьезному же новостям. К серьезным темам для Светланы Дельной. Александр Рассохин, будем с вами в ближайшие два часа. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, у нас сегодня, как всегда, не обойдется без викторийной истории создания. В 12.30 в студию зайдет Владимир Сметанин, загадает какую-то историческую загадку. Слушатель, ваша задача будет дозвониться по номеру 708-502, дать правильный ответ. Ну а мы, в свою очередь, вам подарим прекрасный приз. Да, это будет в завершении второго часа. В завершении первого часа также уже рубрика, которая становится традиционной. Рубрика «Улучшим дендропарк вместе». Придет к нам эколог Григорий Поскребышев. И с ним мы обсудим предложения, которые поступили в том числе и от вас на сайт компании «Железно». Что стоит изменить в дендропарке, благоустроить. И его мысли также услышим. Слушатель, мы напоминаем, что вы можете заходить к нам на сайт www.hackerovo.ru. Там у нас с правой стороны зеленый баннер. «Улучшим дендропарк вместе». Заходите, оставляйте свои комментарии, как бы вы хотели, чтобы дендропарк изменился. Возможно, именно ваши пожелания будут реализованы в жизни. Ну, также сегодня мы будем говорить о возможном запрете продажи алкоголя рядом с храмами. Много уже где у нас запретили алкоголь. Вот предложение поступило и рядом с различными церквями, храмами, монастырями также запретить. Будут у нас несколько спикеров, несколько мнений по этому поводу. Конечно же, вы тоже сможете, слушатель, высказаться. 708-502, прямой эфир. Звоните и заходите к нам на сайт www.hackerovo.ru. Там у нас опрос по этой теме. Все очень просто. Торговать алкоголем вблизи религиозных учреждений можно или нельзя? Заходите, голосуйте. Такой же опрос на страничке ВКонтакте. Ну, а сейчас у нас в гостях Евгений Крутихин, начальник управления молодежной политики Министерства образования Кировской области. Заместитель министра. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Тема у нас в Кировской семье получат социальные выплаты по ипотечным кредитам. Ну, что, по данным 259 молодых семей получат эти социальные выплаты. Давайте узнаем, кто эти семьи. Правильно цифры у меня? Добрый день, уважаемые друзья. Видимо, цифра 259 – это с последней публикацией на официальных сайтах правительства Кировской области. По факту на сегодняшний день сколько? Это цифры второй комиссии, которая прошла в течение вот этих двух месяцев. На самом деле, по результатам 2015 года, 446 молодых семей уже одобренных заявлений на получение социальной выплаты по ипотечному жилищному кредитованию. Это заявки какого года? Это с 1 июля 2015 года по 31 августа текущего года принято всего 700 заявок. Вот уже циферка 446 официально подтверждено и решение положительное принято. Отказов у нас на сегодняшний день 87 уже точно, семьи, которые не получат. Давайте сразу, не отходя далеко от этого, 87 отказали им по какой причине? На самом деле, условия участия в этой программе, в этом механизме, они четко прописаны в законе и в соответствующем постановлении. Закон, нормативно-правой акт какой? 96 ЗО, закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования. И, соответственно, есть дополнительное постановление правительства номер 105 дробь 380, в котором точно так же расшифрованы условия участия молодых семей в данном механизме. Ну и, конечно же, там поясняется, кто молодые семьи, кто эти люди. Да, и большая часть отказов как раз связана с тем, что молодые семьи не соответствуют тем категориям, которые заявлены в нормативных правовых документах. В частности, очень часто встречается, что возраст супругов старше 30 лет. То есть первые условия до 30 лет. Наш механизм в Кировской области, разработанный, направлен на поддержку и улучшение жилищных условий молодых семей, это 30 лет включительно. То есть молодые семьи старше 30 лет, уже 31 год и старше, не имеют права на получение данного вида поддержки. Следующий крупный блок отказов по заявителям, это молодые семьи, имеющие двух и более детей. Сейчас у нас нормативно утверждено, что социальную выплату получают семьи в возрасте до 30 лет включительно, имеющие одного ребеночка. И это тоже такое крупное ограничение. А почему? Все-таки, если больше детей, наверное, и поддержки должны быть больше. На самом деле, очень сложный механизм, который мы реализуем практически с 2003 года. И очень много внесений изменений и категорий, и формы поддержки осуществлялось. И вот с 2013 года было принято решение, что оставим вот эту единственную категорию, молодые семьи, неполные семьи, до 30 лет включительно, имеющие одного ребеночка. Аргументы на то время были, что есть у нас федеральная поддержка материнский капитал при рождении второго ребеночка. Аргументы были на тот период, во всех регионах приняты дополнительные меры стимулирования рождаемости. И есть социальные выплаты при рождении третьего, четвертого и последующих детей. И вот как раз эта ниша при рождении первого ребеночка была занята нашим региональным законом по поддержке молодых семей. Мы стимулировали рождение первых детей. И вот на сегодняшний день это условие сохраняется. И, собственно, наверное, в ближайшее время, пересматривая нормы, требования и еще какие-то порядки, вот это условие тоже будет пересмотрено. Не могу прогнозировать, в какую сторону. Также условие, если ипотека оформлена до заключения брака. Это на самом деле немножко не условие. Ипотека должна быть оформлена на семью. И в собственной семье должно быть оформлено ипотеки не менее чем две трети. То есть это не просто взять кредит в банке, а именно молодая семья берет кредит в банке на себя. И у них в собственности остается при любом расположении не менее чем двух третьих собственностей. Не финансового результата какого-то, финансовой стоимости квартиры. А именно собственности квартиры. Это тоже такое условие при приобретении квартиры. Не просто наличие ипотеки и займа банковского. А именно механизм направлен на улучшение жилищных условий. И две трети как раз и позволят приобретать жилье. С другой стороны, вот эта одна третья, которая остается, они, молодые семьи, не имеющие каких-то очень больших доходов, они могут привлечь еще одного созаемщика. Что тоже позволяет приобретать жилье в конечном итоге и улучшать жилищные условия молодых семей. Это тоже такой важный механизм. Ну вот Света, наверное, говорит про одну из причин отказов, что ипотеку брали до заключения с вот союзов. И тоже вот такие отказы участились. Но это ситуация, когда молодой человек, либо молодая девушка до брака приобретала жилье. Семья. Да, себе. Мы же знаем, в силу семейного кодекса, имущество, приобретенное до брака, является имуществом того человека, который он приобретает. И после заключения брака, тут есть два варианта. Либо перерегистрировать объект недвижимости, чтобы этот объект был в общей собственности. И, соответственно, являлся собственностью той семьи, которой мы оказываем господдержку. Тогда социальная выплата будет? Тогда социальная выплата будет. Но в этом случае неохотно идут банки на перерегистрацию, потому что они от этого не имеют никакого финансового результата. Слушатели, если у вас есть вопрос, если вы претендовали на социальную выплату, вам ее не дали, или сейчас вы занимаетесь тем, что как раз подбираете документы для того, чтобы подать заявку, вопросы появляются. 708-502, звоните, вы специалисту на студии можете задать их. Либо номер для СМС 8909-720-101-0. 87- это отказы. Это уже точных отказов, да. А 446- одобрено. Да. И еще, как я понимаю, есть в рассмотрении. Почти 250 заявлений отправлено на доработку. С чем? У нас немножко изменился механизм подачи документов на предоставление этой социальной выплаты. И, в принципе, этот механизм очень хороший. Мы сейчас документы принимаем через отделения многофункциональных центров. Мои документы сейчас, они носят название. Эти отделения есть не только в городе Кирове, но еще и у нас на территории Кировской области. Это очень хорошо. Но подача документов не сопровождается определением и решением полноты комплектности этого пакета документов. Соответственно, в управление молодежной политики приходят документы в том виде, в котором они издаются. Для определения нуждаемости есть еще такое условие не более 9 квадратных метров на одного из членов семьи. Для определения двух третей данных о площадях, данных о собственности молодой семьи иногда не достает документов. И в этом случае комиссия принимает решение отправить документы на доработку. То есть нет оснований для отказа, но и нет оснований для полноценной проверки этих документов. И в этом случае доля возвратов у нас достаточно, доля документов, отправленных на доработку, достаточно высока. Ну, определились мы с условиями для получения этой выплаты. А, собственно говоря, сама выплата, сколько это составляет, поддержка правительства, государства? Тоже, если рассматривать историю этого вопроса, было много форм, было много размеров. Мы даже в свое время изначально компенсировали 50% аннуитетных платежей в течение пяти лет. Первый механизм был в течение трех лет компенсировали 50% аннуитетных платежей. Сейчас у нас выплата составляет 40%, но не более 200 тысяч рублей от остатка ипотечного кредита в банке. То есть я правильно понимаю, что здесь минимальная сумма, при которой еще можно получить поддержку, это где-то 600 тысяч получается? Не так. Минимальная сумма может быть любой. И семья получит 40% от этой минимальной суммы. Но если сумма соцвыплаты превышает 200, предположим, что молодая семья приобрела квартиру за 10 миллионов рублей ипотечных, то по нормам 40% мы бы им должны компенсировать 4 миллиона рублей. Понятно, что правительство не оказывает такую поддержку, и мы ограничили максимальный размер социальной выплаты не более 200 тысяч рублей. Как давно подобная мера поддержки применяется у нас в регионе? Вообще механизм региональной поддержки действует с 2003 года. Я помню, что и законодатели выходили с инициативой изменить какие-то условия. Например, этот порог в 30 лет предлагалось поднять до 32, то ли до 35. Что сейчас, как вы оцениваете эту меру поддержки, и что с этой программой будет в будущем? Как вы можете прогнозировать? На самом деле, я говорю, что механизм очень живой, механизм актуальный, его надо совершенствовать, учитывать экономическую составляющую, спрос населения, возможности молодых семей. Мы все равно позиционируем, что решение жилищных проблем для молодых семей, он остается одним из главных приоритетных вопросов. И пока позиция правительства все-таки эту поддержку оказывать. Но кому и как оказывать, это, скажем так, вопрос для обсуждения. То есть адресности? Да, элемент адресности должен присутствовать. И возвращаясь к вопросу о возрасте. На сегодняшний день Управление молодежной политики реализует еще один механизм. Это федеральная целевая программа, жилище под программой обеспечения жильем молодых семей. Так вот, в том механизме возраст молодых семей не старше 35 лет. То есть 35 лет включительно. Немножко другой механизм, немножко другие размеры социальных выплат. Но механизм мы тоже реализуем уже ряд лет, тоже с 2003 года. Почти сразу с момента формирования вот этой федеральной целевой программы жилища. И продолжая тему перспектив 96-го нашего регионального закона. Я думаю, что в ближайшее время мы подведем итоги вот этого года. Сколько принято, как принято. Мы изучаем категорию наших заемщиков. Мы изучаем, какой действительно категории мы оказываем поддержку. Насколько она востребована. И опять же, я надеюсь, что мы внесем какие-то соответствующие корректировки в нормативную базу. Я почему спрашиваю. Понятно, что сейчас кризисное время. И различные программы урезаются. И применяется вот этот принцип адресности. В связи с этим, со всей ситуацией экономической, изменения в программе какие-то грядут? Может быть, сокращение, урезание суммы вот этой поддержки? Ну, вопрос мы уже поднимали на сегодняшний день. Вот по тем положительным решениям, которые уже имеются, выплата сама по себе будет осуществляться в следующем году, в 2016. Эта норма тоже введена впервые, распространяясь заявлений 2015 года. И направлена она на то, чтобы планировать финансирование уже заранее. То есть не онлайн получили заявление, одобрили и надо искать средства в бюджете. А буквально вот мы там после подачи и докомплектации документов мы принимаем последние решения и формируем бюджет 2016 года, уже точно понимая, сколько нам требуется. То есть заявки на 2016 год принимаются уже? Да. Сколько сейчас уже? Вот мы об этом и говорим. Все заявки, которые приняты с 1 июля по 31 августа, они приняты на 2016 год. Да, на год предшествующий прием документов. А выплаты по заявкам прошлых лет, они все осуществлены? Да, тоже очень хорошая ситуация по этому году. Мы направили более 260 миллионов рублей и мы закрыли все долги по 2013 и 2014 году. Это 1651 молодая семья физически получили денежные средства на компенсацию ипотечных кредитов. Можно ли сейчас сказать хотя бы приблизительно, предварительно по заявкам 2015 года, сколько примерно потребуется из бюджета? Да, мы такой прогноз уже делаем, он традиционно складывается из общей суммы, мы понимаем, сколько будет примерно процент возвратов. И мы планируем, что в 2016 году нам потребуется 140 миллионов на выплату, грубо говоря, для 700 семей Киевской области. 140 миллионов. У вас сравнивать с 2015? 265, но там было два года. Ну, 700 минус отказы получается, там около 600. А что необходимо знать, какие документы необходимы молодым семьям, чтобы получить эту выплату? И куда им стоит обращаться? На самом деле у нас информационная такая составляющая по информированию молодых семей очень хорошо структурирована. В каждом муниципальном образовании есть специалист по делам молодежи, который подробно проконсультирует по всем механизмам. Это как федеральный механизм и наш региональный механизм. Дополнительно на всех сайтах, которые там поддерживают и работают с жилищными программами, в том числе на сайте молодой 43, есть раздел для молодых семей, где вывешена вся нормативно-правовая база. Дополнительно для молодых семей мы так и прописали очень четко, подробно. Есть алгоритм подачи документов, тем более через многофункциональные центры, что нужно подавать. Перечень документов содержится в постановлении правительства 105 дробь 380, и они достаточно просты и необходимы для определения категории получателя этой соцвыплаты. Это документы о наличии ипотеки, соответственно, о наличии остатка ипотечного кредита. Это документы о семье, о составе семьи, о дате рождения. Это тоже очень простой комплект документов. И это документы о наличии собственности на момент подачи документов. То есть это тоже наши структуры, тоже дополнительные справочки, которые несут семьи. Вот три крупных раздела документов, которые предоставляют семьи. И сколько примерно по времени занимает вся процедура оформления документов и получения уже сбора документов? Есть справочки, которые готовятся по две недели. Сейчас вот две недели, наверное, на подготовку всех справок. И работая через многофункциональные центры, часть справок и документов у нас по межведомственному взаимодействию путем запроса. То есть не семья несет, подает документы, а многофункциональный центр делает запрос в соответствующие службы. Вот эти 446 семей, когда точно они получат? Это какой-то один конкретный день и процесс получения этих денег каков? Процесс получения. После утверждения бюджета, который вот сегодня проходит публичное слушание, мы получим контрольные цифры. В любом случае мы будем их доводить до размера потребности под 140 миллионов рублей. И тоже процесс понятен. Молодая семья уведомляется о получении. Молодой семье вручатся свидетельства на получение вот этих денежных средств. И молодая семья при получении свидетельства пишет заявление, на какой расчетный счет надо перечислить эти денежные средства. То есть при удачном стечении обстоятельств, учитывая, конечно, начало финансового года, оно всегда сложно. Лимиты уведомления, начиная с февраля 2016 года, молодые семьи начнут получать денежные средства. Вот по этой мере соцподдержки, я не знаю, может быть сейчас будет немного глупый вопрос, можно ли несколько лет подряд получать ее? Четко прописано и есть тоже одно из условий для отказа, что ранее молодая семья не получала мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий. То есть не только эта мера, но и другие? Но и другие, и в том числе федеральная какая-то поддержка, есть в свое время были муниципальные поддержки по улучшению жилищных условий семей. Есть отраслевые поддержки, силовые структуры в частности тоже оказывают различные поддержки при улучшении жилищных условий своих сотрудников. Мы на этот предмет тоже проверяем эти семьи. Ну а какие еще, просто перечислить хотя бы, какие еще меры поддержки могут получить молодые семьи? Имеется в виду вопрос по жилищным улучшениям. В том числе, да, и которые идут в противоречие вот с этой мерой. Не в противоречие, в дополнение. В дополнение скорее, да. Ну на сегодняшний момент вот таких там действующих каких-то муниципальных механизмов там по нашей информации уже не осталось. На сегодняшний момент мы знаем, что получают федеральные службы приставы, ОМВД, силовые структуры, Росимущество были выплаты. И вот по этим категориям мы делаем дополнительные проверки. Плюсом есть у нас механизмы управления сельского хозяйства, улучшения жилищных условий молодых семей насилия. Вот и тоже такие встречные проверки делаем. Ну вот продолжая тему поддержки для молодых семей, недавно губернатор Никита Белых подписал постановление, в котором сказано, что кировские семьи, выплачивающие ипотеку, могут получить льготы на проезд. Вот по этой информации... Да, проезд это общественный транспорт или какой проезд? Эта норма введена Министерством социального развития как раз для семей с определенным низким источником доходов. Но при этом у которых имеется ипотека? Да, при этом имеется ипотека. Проезд общественный транспорт? Да, да, да. Вот какие здесь условия, опять же, вы говорите, что здесь порог должен быть меньше? Это немножко не наше министерство. Там, по-моему, два минимальных размера оплаты труда на одного из членов семьи. Может быть, вам известно, что необходимо, опять же, куда обращаться? К сожалению, прокомментировать этот механизм знаю его, но прокомментировать, скажем так, не смогу. Слушатели, 708-502, есть еще немного времени. Совсем мало времени у нас остается. Что касается социальных выплат, 446 семей, то есть должен быть один ребенок, да? Да. А если не полная семья, то как быть? Неполная семья по семейному законодательству считается семьей. То есть неполная семья в составе одного из родителей и одного ребеночка в возрасте до 30, не старше, чем 30 лет, тоже имеет право на получение социальной выплаты по нашему региональному закону. Ну что, наверное, все рассказали по этой теме, все понятно. Спасибо вам большое, что сегодня к нам пришли. Евгений Крутихин, начальник управления молодежной политики, Министерства образования Кировской области, заместитель министра. Мы с вами прощаемся. У нас сейчас реклама, а мы с Александром скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Александра Рассохина. Светлана Удельная. И вот уже у нас в гостях Григорий Поскребышев, эколог, активист, директор фонда хранителей воды. Воды, правильно. Левятки. Что сейчас храните? Уже воды. Уже воды, да? Уже воды. Григорий, здравствуй. Здравствуйте, Ксения. Ну что, мы продолжаем тему с дендропарком. Компания «Железная» и радиостанция «Эхмосквы» в Кирове спрашивают вас, что, по вашему мнению, стоит, как облагородить и что изменить в дендропарке, в нашем всеми известном и любимом. Вот, и если вы зайдете на наш сайт, эхокирова.ру, то справа увидите баннер. Если пройдете по нему, то попадете на сайт компании «Железная», где принимаются как раз-таки ваши предложения. Здесь уже достаточно их много. И можете их также оценить, поставить лайк либо дизлайк. И в конце, когда? Уже, наверное, спустя полтора месяца. Полтора-два месяца у нас остается, да, на то, чтобы просмотреть все комментарии, все пожелания, слушатели. Действительно, давайте будем поактивнее. Потому что это как раз та модель, когда что-то в городе может измениться, и власть идет на это, чтобы изменить. И есть социально ответственный бизнес, который согласен на то, чтобы посодействовать этому. И как раз изменить, учитывая наши пожелания. Поэтому если мы с вами не будем говорить, мы не будем писать то, чего мы хотим, соответственно, этого и не будет. Все очень просто. Заходите, оставляйте комментарии. Если получается большее количество лайков, одобрение, соответственно, других читателей, наших слушателей, то это реализуется в жизни. И также хотелось бы призвать представителей тоже другого бизнеса, если вы считаете и хотели бы, чтобы ваш бизнес был социально ответственным, то вы можете тоже к этому проекту подключиться, потому что компания «Железная» сделает какое-то определенное количество работ. Если пожеланий будет больше, как изменить Дендропарк, то, соответственно, тоже можете подключиться и что-то, какую-то часть работы взять на себя. Вот неделю назад в нашей студии был Дмитрий Шиляев, директор галереи «Прогресса», и он как раз-таки говорил о том, что нужно сделать концепцию, большой план по изменению Дендропарка. Естественно, только силами компании «Железная» это вряд ли можно осуществить. Здесь, скорее всего, придется и привлекать силы чиновников, властей. Но мы тоже не можем сделать этот план, если у нас нет конкретных пожеланий. Но Дмитрий опять же говорил, что необходимо это делать все вместе активисты, власть и бизнес. Как раз-таки здесь все и реализовывается. Григорий, вот давно ли ты был в Дендропарке? Будучи студентом, получая свое первое высшее образование экологов в Педе, мы как раз учились в Чижах. Я регулярно гулял по парку этому. Я считаю, это самое красивое место, самый красивый, настоящий парк в городе Кирове. Других парков нет. Все остальное это подобие, жалко. Да, Григорий, я сейчас вот когда рассказываю даже своим просто друзьям, знакомым, про наш вот этот вот совместный проект с компанией «Железная», который проходит при поддержке правительства нашего, все спрашивают, ну а действительно, а что там можно сделать так, чтобы это побудило людей поехать туда? Ведь действительно это не близко. То есть нужно собраться, либо самому, либо всю свою семью собрать и поехать туда. Зачем? Что может побудить человека? Ну, во-первых, туда уже ездят постоянно люди с семьями, индивидуально компаниями и загрязняют этот парк, гуляют там массово. И, в общем-то, побуждение очень простое. Нормальных, красивых мест в городе нет. Это объективно. Кто бы что ни говорил. Красивых парков в городе нет. Если мы ориентируемся на неразвитую страну и на развитый город, то у нас все хорошо и красиво. И пусть Рубцова, наш архитектор любимый, продолжает создавать прекрасные советские парки в том же стиле, что был там 50 лет назад и так далее. Но вы опять же говорите, что ехать туда, чтобы загрязнять. То есть люди туда отправляются для того, чтобы провести время, не очень культурно, наверное. Естественно, естественно. Ну, это, к сожалению, исправляется либо жесткой рукой, либо в течение 30 лет постоянными просветительскими мероприятиями, деятельностью гражданских активистов, общественных организаций, которые, к сожалению, в городе не особо нужны. Так что может быть в парке, чтобы побудило людей ехать туда не только вот так проводить свое время, а для чего-то другого? Весь парк должен стать уникальным природно-культурным комплексом. У меня есть несколько идей. К сожалению, Дмитрий из галереи прогресса так и не удосужился вместе со мной написать план. Мы с ним разговаривали об этом примерно две недели назад. Дмитрий Шеляев, директор галереи прогресса. Спасибо за пояснение. То есть мы хотели создать презентацию и уже в графическом редакторе нарисовать, что можно сделать как минимум с прудом. Поскольку я хранитель воды, мой интерес — это благоустройство пруда. И, кстати говоря, вам известно, что пруд стекает. То есть вода из пруда, поступающая из родников, чуть повыше по рельефу, утекает. Соответственно, из той канавы, по которой утекает вода, можно сделать речку. Пусть искусственную, но речку с красивым маленьким берегом, низким берегом. Речку можно выложить камнями и можно создать искусственные красивые мостики. Поэтому этот парк, если действительно здесь есть интерес и граждан, и журналистов, чему я безусловно рад, и правительство может превратиться действительно комплексным, именно комплексом. Это все должно быть комплексно. Потому что вы помните, что стало с палеонтологическим парком, динопарком в Котельниче? Рисовался прекрасный план с купольными конструкциями, современными, продуманными, без единого уголка тропинками. И во что это все вылилось? Это позор. Поэтому динопарк в Кировской области, я считаю, это позор. А рисовалось прекрасно. Я надеюсь, что то, что мы с вами, может быть, совместно создадим, прекрасность, будет реализовано на 100%. Такое смелое заявление все-таки. А что делать? Кто будет, кроме меня, делать смелое заявление? То есть, получается, тот пруд, который есть в дендропарке, это родники, да? То есть, это чистая вода. Пруд, скажем так, это точка отправки, это единственный водный объект в данном парке. То есть, дендропарк, дендрариум, деревья. Там много деревьев. Каждая аллея свой вид. Насколько вам известно, там и Липовая аллея, и тополи пирамидальные, и хвойные. Но все замыкается на вот такой точке, как площадь есть в городе Кирове театральная. Там это пруд. Все пути ведут к пруду. Ну вот одно из предложений — это благоустроить, облагородить вот этот небольшой ручейок, вот эту речку. Еще какие-то, может быть, предложения? Конечно же, надо чистить пруд, запускать туда красивого карпа. К счастью, у нас есть множество рыбных хозяйств, которые сегодня выращивают, выкармливают карпа. Причем надо разных, ну и мелкого, и крупного карпа выпускать, для того, чтобы мелочь подрастала, а крупный просто создавал эстетический вид. К сожалению, размножаться первое время он там в любом случае не сможет. Поэтому, естественно, эти запуски нужно было делать регулярно, раз в три года, раз в пять лет. А также благоустройство берега. Вы опять говорили, что очень много мусора, и люди, которые приходят, мусорят. Я сейчас читаю одно из предложений, пишет на сайте компании «Железно», на этой форме, где идет прием предложений, пишет некий друг, что нужно освещение оригинальное, скамеечки и обязательно урны. И никаких грандиозных сооружений, а на входе должен стоять фейс-контроль, который не пускал бы людей с пивом. Ни в коем случае никаких урн. Ни в коем случае. Если будут урны, будут бросать мимо. Не все, как Майкл Джордан, готовы бросать пяти-трехочковое с середины поля. Особенно даже через себя. На что, а мусор куда девать? Мусор выносить с собой за пределы парка. Если вы путешествуете, насколько мне известно, я иногда смотрю ваши прекрасные фотографии в Фейсбуке, по Европе и подальше еще. Вы знаете, что в самых красивых парках, а это Китай, Штаты и Евросоюз, там нет урн. Мусор люди с собой выносят после пикников в пакете и выбрасывают в единый централизованный контейнер, откуда потом все вывозится. Ну, как правило, 40% в переработке или 10% в зависимости от той или иной страны. Ну, это такая прям идеальная модель. Будет ли она у нас работать? Давайте начнем жить идеально. Я не хочу, чтобы ваши, наши дети жили в недоразвитой стране 18 века. Хватит. Надо строить красивые, амбициозные проекты. И надо делать красиво. Не хочу больше динопарков в Котельниче. Хочу тот динопарк, который задумывался изначально. Понимаете, можно мыслить Советским Союзом, как наши прекрасные администраторы городские, а можно мыслить современными какими-то вещами, ценностями, которые в нас с вами заложены. Поэтому я за современный подход хотя бы минимум к парку. Ну, современный подход. Значит, урны не ставим, делаем какую-то большую одну урну на выходе, куда, соответственно, все мусор из своей выбрасывают. Да, и все друг другу делают замечания, если та или иная компания чинарики бросает в воду. Смотрите, еще один интересный нюанс. Поскольку пруд очищаем, у него запускаем рыбу, можно раков попробовать. Есть очень крутой склон. Не знаю, слева, справа. Если вот стать лицом, этот склон можно благоустроить в качестве амфитеатра. Понимаете, представляете, нет? Поясните. Маленькие красивые тропки, их не надо выкладывать даже брусчаткой. И вот там можно сделать красивые скамейки, но исключительно в стрит-артовом стиле. Именно здесь понадобятся нам и галереи прогресса, и прочие прекрасные современные архитекторы, скульпторы, галеристы, художники, дизайнеры, которые объединяют вокруг себя вот эту современную, современных креативных ребят, которые могут создать что-то интересное. Еще один нюанс. Значит, Дендропарк представляет из себя несколько аллей. Все аллеи... Вот если аллеи — это дорога, то там, где пересекаются, это перекресток. Все перекрестки нужно сделать, ну тоже что-то вроде маленькой площади. Там должен быть либо арт-объект, либо сам перекресток, например, перекрыт сверху, я не знаю... Ротонда или что-то? Ну да, или, предположим, толстыми, знаете, канатами делают, именно навесы. То есть каждый перекресток — это интересное место. Я не буду сейчас даже... Ну то есть как-то обозначить вот эти перекрестки, они должны быть либо арт-объект, либо что-то, да, такое отличающееся. Лучше, чтобы они были, конечно, закрытыми, потому что только там можно было спастись от осадков. А вы знаете, что у нас осень, весна и зима — это большая часть года. Знаем, все верно, да. Заговорили, где вот это вот амфитеатр, не надо брусчаткой. Вообще допустимо в Дендропарке брусчатка, асфальтированные дорожки. Мы просто ранее говорили про велосипедные дорожки, и есть ли смысл их организовывать, и каким образом асфальтировать, либо нет. Раз — это велосипедные, два — это пешеходные. Вообще наличие асфальта, брусчатки и подобных материалов может ли быть в Дендропарке? Прекрасный вопрос. Может быть, все. Вопрос в том, что сможет ли железно осилить эту финансовую нагрузку. Это другой вопрос. Ведь здесь речь идет не только о железном. Я против. Я против, честно говоря, даже велотранспорта в этом парке. Я за то, чтобы там были исключительно пешеходные прогулки. Велопарк планируется в будущем, далеком, тоже с крупными компаниями из Кирова, сделать после, если по Ленина двигаться, на территории за Солнечным берегом. Там есть поле, сейчас оно принадлежит институту селекции. Со временем оно, скорее всего, будет, как все поля в пригороде выведены. Это совсем другая тема. Вот там именно велопарк. Но мы сейчас говорим конкретно про Дендропарк. Почему, например, я с ребенком не могу приехать в Дендропарк, и, например, чтобы он там покатался на велосипеде? Объясню. Дело в том, что если появляется асфальт, асфальт должен появиться везде. Первый. Все же, если мы останавливаемся на концепте Дендропарка и, естественно, вот такого ландшафта с минимумом камней, с минимумом асфальта, наверное, люди гуляют и люди ездят. Мы можем пересекаться, к сожалению. Я сам велосипедист, я обожаю бренд GT. Агрессор у меня. Такая реклама, да? У нас такая добрая радиостанция, у нас мы тут вечно пиарим все подряд. Поэтому, ну вот, что касается Дендропарка, я все-таки считаю, что он должен в большей степени остаться зоной для пеших прогулок. Григорий, у нас остается совсем мало времени, давайте подытожим. То есть, с вашей точки зрения, нужно облагородить пруд, запустить туда карпов, сделать склон тоже облагородить, сделать его как амфитеатр. Речку, да. Можно сделать и перекрестки вот этих аллей тоже, либо арт-объекты, либо... И ни одной урны. И ни одной урны. Кроме одной на выходе. На выходе. Все. Нет, еще обязательно надо отметить все муравейники. Так? Просто обязательно нужно наладить туалеты. Туалетов должно быть много. И они должны быть автономными. Ну и, разумеется, уникальная конструкция в виде пирамид и куполов. Ни в коем случае не строите квадраты. Хватит. Мы живем в 21 веке. Так, пирамиды. Куда их? Пирамиды. Наверняка инвестор заинтересован в размещении хозяйственных объектов. Кафе. То есть кафе должны быть? Я не против. Кафе, сувенирных лавок и так далее. Но они должны выглядеть красиво. Эргономично. Они должны вписываться в природу, а не... Да, может быть, действительно, как цветок. Почему нет? Они должны вписываться в природу, а не выделяться своим кубизмом. То есть все должно быть в едином стиле. Глупизмом и так далее. Глупизмом. Григорий, спасибо большое. Вы, пожалуйста, свои все вот эти пожелания тоже напишите на сайте Железно. Также зайдите на наш сайт. Это хакирова.ру. Можете проследовать, кликнув на зеленый баннер. Что могут сделать наши слушатели тоже. Заходите, оставляйте свои комментарии. Лайкайте. Те, которые вам больше всего понравятся. Те комментарии, которые получат больше количества голосов, будут реализованы в жизни. Именно такой и будет наш с вами Дендропарк. Ну, а у нас был гостя Григорий Паскребышев. Эколог, активист, директор общества, организации. Уже, получается, хранители воды. Движение хранителя воды. Спасибо большое. У нас сейчас новости. Дарья Топузлива уже в студии. Потом будут тематические программы. Мы с Александром вернемся в начале следующего часа. Продолжение следует...